Да, это сделали мы. На связи IT-армия. На фоне полного запрета независимых СМИ в России и максимального ограничения доуступа россиян к правде, видеоплатформа RTU под руководством бывшего главы Роскомнадзора Александра Жарова стремительно превращается в главный информационный центр российской лживой преподанды, и мы решили нанести удар по ним. На самом деле, хорошо спланированную и дорогостоящую атаку, как мы видим из заявления RTU, мы провели для нас специалистами и всего за несколько дней. Единственное, что не угадали, мы действительно хотели не допустить демонстрацию российского военного парада лжи и позора. На котором, прикрываясь именами наших дедов-героев, российская власть преподандирует новую разрушительную войну и нацизм. Ренату Абдольцякову, администратора RTU, на всю жизнь запомнился дежурная смена в ночь с 8 на 9 мая. Около в 4 утра он заметил штатную работу системы и начнет ее проверку. Но следующим сюрпризом для администратора станет невозможность получить управление системой. Его пароли не подходят, а на глазах нашлось удаление контента видеоплатформы и логулей инфраструктуры. Но дальше хуже. Еще через 15 минут администратор Ренат понимает, что не может покинуть серверную. Так как его карта заблокирована, как и карта всех других сотрудников. А поэтому, когда главный администратор RTU экстренно прибывает в серверную, он также не может попасть в нее. Лишь спустя 2 часа руководства YouTube решается физически выломать дюэксерверную, но к этому времени мы уже уничтожили всю инфраструктуру видеоплатформы, как внутреннюю, так и внешнюю. Удалили десятки петабайт информации. Снесли все системы, виртуализации, баз данных, контент-конвертер, система поиска контента, рекламный модуль, система распределения нагрузки и управления всей инфраструктуры RTU. Мы также удалили системы документа оборота, всю внутреннюю информацию на компьютерах администратора и сотрудников. Вы видите все доказательства получения нами, ротового доступа и полного управления платформой, несмотря на отчаянные попытки администратора RTU. Сейчас мы активно изучаем все внутренние документы и постепенно выкладываем их в общий доступ на файл обменники МЕГО. Присоединяйтесь к изучению этих весьма интересных материалов. И главное, правительство России не понимает одного. В 21 веке правду не уничтожить и не спрятать за высоким забором. Мы продолжим борьбу за доступ к правде. На связи была RT Англия.